МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Вещание телеканала Сочи 24 продолжит информационный выпуск. Здравствуйте! В эфире время новостей Сочи с Артёмом Грибковым. В ближайшие полчаса мои коллеги и я расскажем вам о главных событиях дня. И вот некоторые темы выпуска. В Сочи планируют развивать адаптивный туризм. Большинство городских пляжей сделают удобными для маломобильных граждан. Какие еще распоряжения мэра прозвучали на пленарном совещании? Окровавленный труп мужчины в центре Сочи и разбитая на обочине Нексия. О происшествиях узнаем в традиционной сводке ЧП. Их именами названы улицы Сочи. В Музее истории города-курорта стартовала новая рубрика. Кто стал ее первым героем и что о нем знают местные жители? В Сочи будет больше пляжей, адаптированных для инвалидов. Места воды сделают максимально удобными для отдыха маломобильных людей. Об этом, а также о других актуальных вопросах говорили на рабочем совещании в мэрии Сочи. Начали планерку с итогов проверок, которые прошли в Сочи на объектах, относящихся к так называемой доступной среде. Всего их больше 900 и недостатки выявили в 56 случаях. Чаще всего это переходы и пандусы, которые не соответствуют требованиям безопасности людей с ограниченными возможностями здоровья. Глава города Алексей Копайгородский поручил управлению социальной политики взять на контроль этот вопрос. Должен быть осуществлен мониторинг на постоянной основе всех объектов по реестру, которые находятся на территории города. Своими ногами, глазами посмотреть, увидеть, пощупать, на кнопку нажать. У нас 19 сентября этого года будет единый день голосования. Поэтому еще раз проверить, уже сейчас провести мониторинг на предмет беспрепятственного доступа, чтобы все могли к избирательным участкам подойти так, как положено. Уже эту работу нужно начинать сейчас. Отметим, что в Сочи доступными для людей с инвалидностью признаны почти два десятка пляжей, где многие пандусы и дорожки оборудованы противоскользящим покрытием. Там должны дежурить волонтеры. Их задача – транспортировать специальные купальные коляски к морю. Мы обследовали все наши пляжи, которые имеются, провели встречные совещания. Всем нашим провели организационную встречу с пользователями пляжей. И указали на те недостатки, которые были выявлены в результате обходов. Основная задача – это непрерывность пути. То есть, если человек с инвалидностью приезжает к пляжу, то есть от остановки до самой пляжной территории, в принципе, пляжа, водные черты должны быть обеспечены мероприятием, связанным с доступностью. Безбарьерная среда в обязательном порядке должна быть и на пляжах с голубым флагом. С каждым годом в Сочи их становится все больше. Поэтому у курорта есть все шансы развивать и так называемый адаптивный туризм. А вот у центральной набережной Сочи есть все шансы изменить свой облик уже в этом году. В частности, руководство города намерено навести порядок на территории морского порта. Об этом стало известно на выездном совещании, которое провел заместитель главы города Владимир Пушкарев. Подробности у Елизаветы Червяк. Вице-мэр встретился с теми, кто ведет хозяйственную деятельность на территории порта. Говорили о наведении санитарного порядка на этом объекте, который является визитной карточкой курорта. В морском порту круглый год гуляет много туристов и горожан. И, как отметил заместитель главы города, в первую очередь здесь необходимо создать более комфортные условия для отдыха гостей и сочинцев. Морской вокзал также входит в список объектов в проекте реконструкции центральной набережной. Концепцию пока дорабатывают. Но необходимо уже сейчас начинать подготовительные работы для поэтапной ее реализации. Во время выездного совещания было принято решение в первую очередь открыть дополнительные проходы для людей в районе Южной галереи Мурпорта. Они уже много лет загорожены и портят внешний вид сооружения. Также планируют убрать лишнюю рекламу и некоторые павильоны. Там, где это необходимо, проведут ремонт зданий и снесут ненужное помещение. Тем самым освободят место для будущей прогулочной зоны. Мы видим, что морально устарела реклама, рекламные конструкции, заменить боксы, где-то вообще лучше снести, частично заменить плитку. Часть лавочек у нас уже также морально устарели. Это вырабатывать общие решения, общую концепцию по этой первой части реконструкции набережной. Уже к этому летнему сезону по соседству с морским портом уберут ограждения у ресторана Малибу и у бывшего аквапарка Маяк. Строители проведут благоустройство этих территорий и создадут дополнительные прогулочные зоны. За минувшие сутки в клиниках Краснодарского края с диагнозом COVID-19 скончались 20 человек. Шестеро из них в больницах Сочи. Согласно последним данным регионального оперштаба по противодействию коронавирусу, на территории Кубани выявлено еще 195 случаев заболевания опасной инфекцией. И вот как на сегодня выглядит картина в целом по региону. Больше всего положительных тестов на COVID-19 получено в Краснодаре 45, в Сочи 34, в Кавказском районе 16, в Анапе-Кущевском районе по 10 заболевших, в Тбилисском районе заразились 8 жителей, в других муниципалитетах наименьшие показатели. С начала пандемии в крае инфекция подтвердилась практически у 33 тысяч человек. Свыше 23 тысяч выздоровели. В тяжелом состоянии на искусственной вентиляции легких находится 114 пациентов. Несмотря на все усилия врачей, 1374 случая закончились летально. На одной из улиц Сочи 31-летний турист из соседней республики обнаружил не запертый автомобиль, а в нем женскую сумку с ноутбуком и наушниками. Радикюль вместе с содержимым злоумышленник присвоил себе. Сумма ущерба составила 35 тысяч рублей. Подозреваемого вскоре задержали, ему грозит до пяти лет тюрьмы. О том, что еще случилось на курорте, расскажем далее. На дороге в центре Сочи обнаружили труп человека. Минувшие выходные на улице Докучаева в центральном районе было найдено окровавленное тело мужчины. Причины смерти не установлены, обстоятельства происшествия выясняются. В центре Сочи Мерседес протаранил Део Нексия. Авария произошла на Платановой аллее возле гостиницы «Москва». По словам очевидцев, водитель Мерседеса на скорости въехал в заднюю часть Нексии. От сильного удара обе машины съехали с дороги на аллею и получили серьезные повреждения. О пострадавших неизвестно. Спасатели вывели из леса заблудившуюся местную жительницу. Она не смогла самостоятельно найти выход из лесной местности в районе правого берега реки Сочи. Разделившись на две группы, сотрудники МЧС совместно с кинологами обнаружили женщину в километре от указанных GPS-координат. Их именами названы улицы Сочи. По таким названиям в социальных сетях Музея истории города-курорта стартовала новая рубрика. На протяжении всего 21 года, который объявлен Годом науки и технологий, в ней будут рассказывать о выдающихся ученых России, чьими именами названы улицы курорта. Наш телеканал решил поддержать идеи сотрудников музея. Первый герой рубрики – Михаил Ломоносов. Что сочинцы знают о гении русской науки, выяснила Елизавета Червяк. В научной библиотеке музея истории города-курорта хранятся уникальные книжные собрания, которые широко и полно отображают бесценный вклад Михаила Ломоносова в российскую науку и культуру. Ближайший праздник, связанный с именем этого великого ученого, можно сказать, основоположника русской науки – это 25 января, день российского студенчества и день рождения нашего первого русского университета, университета имени Ломоносова, которому в этом году исполнилось 226 лет. Мы решили рассказать нашим жителям об этом удивительном человеке, гениальным ученым, который в 34 года стал первым русским академиком Академии наук, и, конечно же, который первым из русских ученых стал в один ряд с великими учеными европейской науки. Уникальное издание энциклопедического словаря Брагауза и Эфрона 1986 года раскрывает предчитателям детали биографии великого ученого. А вот раритетный труд «Русская техника Данилевского» до сих пор является настольной книгой многих советских ученых. Большое внимание в ней уделяется тому неоценимому вкладу, который Ломоносов внес в химию, физику, металлургию, историю и литературу. Отметим, что в Сочи также есть памятник ученому и две улицы – Ломоносова и Ломоносовская, названные в его честь. Мы решили выяснить, что знают о Ломоносове жители и гости нашего города. Опрос провели рядом с бронзовым памятником работы скульптора Михаила Сердюкова, который установили в 2011 году в сквере Международного инновационного университета. Михаил Васильевич Ломоносов. Астраханский крестьянин, рыбак. Дошел пешком до Санкт-Петербурга, выучился, учился в Гитинском университете в Германии, возглавлял Академию наук. Ну как же, это тот человек, который так тяготел к знаниям, что по легенде пешком за обозом пошел учиться в Москву. И открыл множество открытий в то время, инновации. Дальше открыл учебные заведения и так далее, и так далее. Великий ученый. Из кого установлен этот памятник? Ломоносов Михаил. А что вы знаете об этом человеке? Не скажу. Ну по фильмам это вот такой герой, который возрождал русский дух и русскую культуру, ученые. Это великий ученый. По России, честно, я мало о нем знаю. Оказалось, что о гении русской науки слышали почти все, но сведения обрывочные. Новая рубрика «Их именами названы улицы Сочи. Музей истории города-курорта» определенно восполнит этот пробел. О следующем герое рубрики, знаменитом русском и советском физиологе Бехтереве, мы расскажем в нашем ближайшем выпуске. Елизавета Червяк, Олеся Стахова, Дмитрий Петри. Время новостей. Это не все темы выпуска. Смотрите во второй части программы. Чаще всего в Сочи воруют деньги и велосипеды, а 70% мошенников промышляют с помощью сети интернет. Как не стать жертвой злоумышленников? Когда на курорте необходимо утеплять пальмы и цитрусовые? Какие материалы использовать? Ответы на эти вопросы в рубрике «Ботаника Сочи». В Сочи проходит турнир по художественной гимнастике «Морозные узоры». Полтысячи участниц из разных городов России и Северной Осетии, где на курорте воспитывают юных гимнасток. Далее блок коммерческой информации. Не переключайтесь. Рекламное агентство «Макс Медиа». Делаем рекламу, которая работает комплексно, выгодно, профессионально. Рекламное агентство «Макс Медиа». Живи с нами в одном ритме, на одном дыхании, в одном горде. Настройся на Сочи. Настройся на «Макс ФМ». Ходьба и бег – залог здорового тела. Тонкая беговая дорожка «Ямагучи». Тренировка под любимую музыку. Управление с пульта или панели. Легкое перемещение. Табло достижений. Амортизация сбережет ваши суставы. «Ямагучи». Ваш путь к совершенству. Наш информационный выпуск продолжит краткий обзор мировых новостей. После чего мы снова вернемся к событиям, которые происходят в городе. Компания «Астрозенека» объявила, что на 60% сократит поставки вакцин от COVID-19 в ЕС в первом квартале. Евросоюз планировал закупить не менее 300 миллионов доз препарата и уже перечислил аванс в размере 336 миллионов евро. Руководство ЕС призвало разработчика лекарств найти способ поставить вакцины в срок. Глава фармацевтической компании объясняет, что за короткий срок сложно выпустить много вакцин. Ожидается, что вакцина «Астрозенека» будет одобрена регулирующими органами ЕС в конце января. Поставки должны начаться в середине февраля. ЕС также планирует закупить до 600 миллионов доз вакцин Pfizer-BioNTech и 160 миллионов доз препарата компании Moderna. При этом Pfizer ранее также заявила, что задержит поставки на две недели. В музее-квартире Иосифа Бродского в Санкт-Петербурге недавно открылась экспозиция «Полторы комнаты». Так называлось автобиографическое эссе, написанное поэтом на английском языке. В этом помещении с 1955 года жила семья Бродского. Полторы комнаты занимают 40 квадратных метров в коммунальной квартире в доме Мурузи. Историческое здание находится в центре Санкт-Петербурга. В ходе реставрации восстановили паркетный пол в его изначальном виде, а со стен убрали ненужные слои краски. Теперь полторы комнаты стали такими, какими их видел Бродский. Другая часть музея находится в соседней квартире. Её выкупили для расширения музейного пространства. Здесь стоит книжный шкаф с произведениями Бродского, которые можно почитать, сидя в кресле. Также есть выставочный зал, где представлены предметы, найденные во время реставрации полутора комнат Бродских. Иосиф Бродский родился в мае 1940 года. В юности начал писать стихи. Его произведения стали мишенью советской цензуры, а самого поэта постоянно преследовали. В 47 лет он получил Нобелевскую премию по литературе. Умер поэт в 1996 году в возрасте 55 лет. За год до этого ему присвоили титул почётного гражданина Санкт-Петербурга. Это видео с детёнышем большой панды в корейском зоопарке набрало на YouTube больше 4 миллионов просмотров. Также под ним оставили более 7 тысяч комментариев. Полугодовалая самка по кличке Фубао после взвешивания обняла ногу смотрителя и не захотела её отпускать. Сотруднику зоопарка пришлось самому расцепить лапы бамбукового медвежонка. Фубао появилась на свет в июле прошлого года в зоопарке города Йон-Ин. Малышка будет жить в Южной Корее 4 года. Потом её отправят в Китай, поскольку он сдаёт больших панд в аренду, и всё потомство принадлежит ему. В прошлом году на курорте произошло более 9 тысяч преступлений. Ближинство из них это кражи мобильных телефонов, велосипедов, денег и ценных бумаг, а также незаконный оборот наркотиков и мошенничества, 70% которого совершено с использованием сети интернет, мобильной связи и кредитных карт. В итогах работы сочинской полиции за 2020 год и как не стать жертвой злоумышленников, в студии программы подробно рассказал начальник полиции управления внутренних дел по городу Сочи Александр Попанов. Вот некоторые фрагменты интервью. Как можно себя обезопасить от телефонных и интернет-мошенников? Если поступает звонок, как правило, это код 495-499, хотя подмена номера подразумевает, что могут и позвонить с официального телефона какого-либо банковского учреждения, либо какой-либо организации, но в то же время не отвечать на эти звонки. Если есть необходимость, представляется сотрудником той или иной организации, что у каждой той или иной организации существует официальный телефон в круглосуточном режиме, справочный телефон, короткие телефоны банков, позвонить и непосредственно уточнить в банковском учреждении всю эту ситуацию. Но код 495 – это же код Москвы. Он не привязан, префикс не привязан непосредственно к городу. То есть, как правило, идет звонок IP-телефонии, у него привязки к городу не существует. Полную версию интервью вы увидите сразу после информационного выпуска. Также она доступна и на нашем сайте sochi24.tv. Настала очередь нашей традиционной рубрики «Ботаника Сочи». Зимой с понижением температуры воздуха многие сочинские садоводы-любители забеспокоились о своих растениях. В частности, их интересует, когда и как правильно утеплять пальмы и сытрусовые. Ответ на этот вопрос искала наш корреспондент Евгения Ивашова. Без помощи профессиональных садоводов, конечно же, не обошлось. Есть такие резкие понижения температуры внезапные, когда некоторым растениям тропического происхождения немножечко прохладно. Поэтому вот такие растения, как пальмы, цикосы, финиканарские, нужно укрывать. Чтобы спасти красивую пальму от заморозков, нужно стянуть все её центральные листья верёвкой и обмотать тканью. В противном случае вода от осадков может попасть в сердцевину, а при понижении температуры замёрзнуть и разорвать ствол растения изнутри. Стягивают в пучок и пальму бутия головчатая. Но в отличие от финиканарской пальмы, её обматывать укрывным материалом не нужно. Растение морозостойкое, ему достаточно, чтобы все ветви были собраны вместе. Так спасают и олеандры. К листьям самых красивых кустарников курорта очень сильно прилипает снег, и ветки ломаются. Поэтому более комфортные условия для зимовки этого растения – стяжка, как и для кустарника «Леон Новозеландский». Иногда это делается даже своими веточками же, подтягивается. Иногда скотчем вот так смотать, стянуть слотно. И пускай они до весны вот в таком стянутом состоянии стоят. Сочинский климат позволяет выращивать и всевозможные фрукты, такие как цитрусовые. Более морозостойкими являются кумкваты, мандарины и грейпфруты. Их нужно утеплять только перед сильными заморозками. А вот лимон и апельсины очень нуждаются в укрывном материале в начале зимы. Ни в коем случае нельзя обматывать деревья плёнкой. Для того, чтобы растения дышали и не упарились, лучше применить спандбол акрил – белую ткань, либо мешковину. Нужно охватить всё растение и, конечно, охватить ствол. Потому что зачастую ствол у растения, набрав сока много, когда оттепели, когда наступает мороз, может разрывать. Особенно у лимонов. Перед тем, как укрыть цитрусовые растения на зиму, нужно хорошо их пролить. Особенно, если осень стояла сухая. Для больших деревьев иногда требуется до 20 ведер воды. Ну вот под такой цитрус примерно нужно около 5 ведер, чтобы он напился. Потом присыпается вся земля мульчей, для того, чтобы земля не переохлаждалась. Мульча может быть дроблённые веточки, палочки какие-то, листва, трава сухая. Вот такая мульча поможет земле не пересыхать и не охлаждаться в холодный период. Также под плодовое дерево можно насыпать удобрения, которые содержат сульфат калия. Из расчёта 20 грамм на квадратный метр приствольного круга. И только потом приступать к укрытию. Как правило, около кустарника ставят дуги из арматуры, бамбука или дерева. И уже на них сверху накидывается укрывной материал, который обматывается вокруг растения. Для того, чтобы ветер не сорвал зимнее одеяло с цитрусовых, зачастую его закрепляют скотчем или верёвкой. Также немаловажно произвести и раскрытие растений после зимы. Проводить эту процедуру лучше всего во второй половине марта, когда возможность снегопадов на Черноморском побережье уже маловероятна. Евгения Ивашова, Александр Киреев. Время новостей. Тем временем в Сочи на несколько дней расцвёл сумах ланцетный. Это редкое африканское растение можно увидеть только в парке Дендрарии. Кроме того, здесь также зацвела мимоза. Какие ещё растения порадуют сочинцев своим пышным цветением в ближайшее время, знает Олеся Стахова. Маленькие жёлтые цветы распустились одновременно с выпавшим на прошлой неделе снегом. А вместе с вернувшимся в город теплом сумах африканский отцвёл. Это может быть связано с тем, что на родине он распускается в июле, а в Африке июль – зимний месяц. Растений южного полушария, особенно Южной Африки, у нас очень-очень мало. Фактически второй вид растения, который нам удалось интродуцировать, привести и приспособить к Черноморскому побережью, это является сумах ланцетный, или его ещё называют африканский сумах. Это южноафриканское растение попало в Дендрарии по международному семенному обмену в 2012 году. В Сочи сумах уже выдержал понижение температуры до минус 8, спокойно перенёс 5 месяцев засухи в прошлом году. Однако предстоит ещё много исследований, прежде чем это экзотическое растение украсит собой улицы нашего города. Ну уже понятно, что оно будет, как и любое ферромасличное растение, как мирты, как эвкалипты, благоприятно влиять на качество воздуха в тех местах, где он растёт. Уже второй год подряд, несмотря на заморозки, в январе расцветает и мимоза. Эта гостья из Австралии очень капризна в первое время после посадки. Но если приживётся, то начинает размножаться корневыми отпрысками и вести себя, как сорное растение. Если не будет низких температур, сильных морозов, то мы надеемся, что и цветение будет обильное, и продолжительное оно будет. Поэтому без цветов мы не останемся. Кроме того, в начале марта в парке распустится айва японская, или хиномелес. В своём обильном цветении она похожа на легендарную сакуру. Однако самыми первыми хиномелесами полюбоваться можно уже сейчас, как и распустившийся жимолостью душистейший. Также на территории дендрария начали высаживать и маквис, экспозиционный участок средиземноморских кустарников. Лаванду, вереск, зверобой и дубровник. Олеся Стахова, Дмитрий Петри, Время новостей. Уже восьмой год подряд в Сочи проходит традиционный турнир по художественной гимнастике «Морозные узоры». В этот раз на курорт съехались полтысячи юных гимнасток из разных городов России и Северной Осетии. Возраст участниц от 5 до 20 лет. Почему они выбирают именно этот вид спорта, выясняла Евгения Ивашова. Десятилетняя Сочинка Арина Трегубова художественной гимнастикой занимается более 6 лет. Тренироваться начала с трехлетнего возраста. Девочка даже помнит свой страх перед первым занятием. Сейчас же Арина уверенная в себе спортсменка и с легкостью выполняет все упражнения. Мне очень нравилось. Я по телевизору смотрела, как девочки выступают. И захотелось тоже выступать, чтобы я нравилась людям. И с тех пор мама решила отдать меня на гимнастику. Еще одна сочинская гимнастка Елизавета Габуния тоже увидела этот вид спорта по телевизору. Говорит, это была любовь с первого взгляда. И вот уже 5 лет девочка оттачивает свое мастерство, постоянно участвуя в турнирах и соревнованиях. Я думаю, что удалось все, потому что главное, что мне это нравится. Если тренеру это не понравилось, и он мне скажет ошибки, я буду это отрабатывать на уже тренировке. В турнире принимают участие спортсменки 15 возрастных категорий. Дошкольницы выполняют упражнения как без предмета, так и с ним. На выбор им даются булава, мяч, лента или обруч. У гимнасток же постарше требования строже. Тем более, что турнир дает возможность выполнить определенную программу, получить звание кандидата или мастера спорта. Девочки оцениваются в разных возрастах, также в индивидуальной программе и в групповых упражнениях. Награждались также дети и в групповых, и в индивидуальных упражнениях. И обязательно, конечно, выполняют разряды до первого взрослого разряда включительно. За два дня соревнований судьи успеют посмотреть и оценить выступления более 500 гимнасток. Около 300 из них – сочинки, воспитанницы Дюсш и школы Олимпийского резерва. Евгения Ивашова, Дмитрий Петри. Время новостей. Ну а зрители телеканала «Сочи-24» уже в эту среду смогут посмотреть и оценить киноленту «Тур де шанс». Работа французского кинорежиссера Лорана Тюэля повествует о том, что никогда не поздно отправится за своей мечтой. Этот фильм выделяется мягким юмором, напористой игрой актеров и шикарными французскими пейзажами. Я умел заворожить педали. На главного героя фильма Франсуа разом обрушиваются все беды. Его бросает жена, считает трусом-неудачником и увольняет с работы практически по тем же причинам. Прекрасное время, которое можно посвятить себе любимому. Франсуа решает исполнить свою детскую мечту – выиграть знаменитую велогонку «Тур де Франц». Этот шаг станет знаковым в жизни нашего героя, ведь уже вся Франция следит за его заездом и успехами присоединившихся к нему велолюбителей. Чем закончится эта удивительная история, вы узнаете в среду 27 января в 21.00 на телеканале «Сочи-24». Любители же более активного отдыха в среду вечером ждут кавер-версии любимых популярных произведений и джазовых хитов исполнения «Квартета» Андрея Назаренко. Концерт пройдет 27 января в ресторане BBC Jazz Club по адресу Черноморская, 5. Начало в 20.00. Кроме того, 30 января здесь состоится грандиозный концерт «Гиидзагнидзе» и «Модерн Блюз Бэнд». «Модерн Блюз Бэнд» – одна из самых популярных блюзовых групп в России. Репертуар «Гиидзагнидзе» и «Модерн Блюз Бэнд» составляют оригинальные интерпретации блюзовых стандартов, классические произведения в стиле соула и рока, а также авторские композиции, созданные в лучших традициях джаз и рок-музыки. Концерт пройдет 30 января в ресторане BBC Jazz Club по адресу улица Черноморская, 5. Забронировать столик желательно заранее по указанному телефону. Начало концерта в 20.00. Стоимость билетов от 2 до 3,5 тысяч рублей. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова